Украины! Украина! 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 Потому что сколько они обращаются, ничего они решают! Рада! А ты меня все же не забудут! Оля, ще нам рад для украинцев, усмехнется доля! Слава Украине! Украина! Слава! Митингующие требуют выхода к себе на митинг протеста руководства МВД и прокуратуры. Звучат фамилии Локтионов, Шацкий, Ольховский, Курочкин. Это представители правоохранительных органов Запорожской области, прокуратуры и управления МВД. Протестующие продолжают требовать выхода к себе руководителей правоохранительных органов Запорожского региона. Меримарадеры, приходите! Виктор Ольховский, глава управления МВД Запорожского области. Виктор Ольховский, глава управления МВД. Виктор Ольховский, глава управления МВД. Виктор Ольховский, глава управления МВД. По поводу того, что сотрудники БЭПа оказывают воздействие на следственные органы, они будут находиться в зоне проведения боевых действий и при необходимости по команде прокуратуры они будут возвращены сюда для проведения следственных действий. Виктор Иванович, вы рассматриваете отправление их в зону АТО как какое-то наказание. Люди из-под палки там воевать не будут, они будут, я подозреваю, уклоняться. Еще раз говорю, люди персонально сами написали рапорта с просьбой отправить их в зону АТО. На сегодняшний день мера пресечения в отношении их не избрана и поэтому для того, чтобы избежать субъективности при расследовании, они будут находиться там и вы не будете говорить, что мы оказываем воздействие на органы следствия. Еще раз повторяю для всех, на сегодняшний день 4 подразделения сотрудников милиции в зоне боевых действий. Вот они! Все, что были правы, сейчас все вы увидели все. Вот они все! Вот они все! Которые принимали участие. И для вас, а вообще для народу, который присутствует. И он должен сказать. Получается, что перед вами выспорь, а я хочу слышать. Еще раз. Народ должен видеть. Саша, благодаря журналистам вас слышит народ, не забывайте. Да, да, да. Ребята, спасибо вам за внимание. Наши требования к МВД Запорожской области. Привлечь к уголовной ответственности сотрудников управления ГСБ, которые находились и принимали участие в событиях в ночь с 5 на 6 июля 2014 года в ресторанном комплексе Маркопола. Обеспечить участие общественности в проведении служебных проверок по событиям в ресторанном комплексе Маркопола. Отстранить от занимаемой должности начальника кадрового управления Нестеренко ВВ, как не справившийся с кадровым обеспечением запорожской милиции. Как человека, который скрывает преступления своих сотрудников, который проводил опознание сотрудников ГСБ в актовом зале ГУ МВД Запорожской области, не имея на это никаких полномочий. Провести кадровую чистку сотрудников милиции и привести за пределы Запорожской области всех иногородних сотрудников милиции, которые занимают руководящие должности. Все кадровые назначения проводить только после согласования с общественностью. Провести служебные проверки по событиям 20.06.14, 27.06.14, 4.07.14. Видео прилагается, когда сотрудники милиции незаконно проводили обыски и пытались задержать активистов правового сектора с привлечением общественности. По результатам проверки направить документы в прокуратуру для привлечения куловной ответственности виновных сотрудников милиции. И не отправлять их в АТО сотрудников ОБЭП, которые принимали участие, а применить меру пресечения как арест под стражей. Разрешите зачитать обращение народного творчества. И вдумайтесь внимательно в эти слова все. Они пророческие, они уже сбываются. Начался третий майдан люстрацийный. Просим президента Порошенко поддержать нас. Вы видите, как старая власть. На манеже все те же. Пчелы борются против меда. Слушайте внимательно. Есть новая установка милицейского и прокурорского начальства на беспредел стосовно активистов патриотических организаций у всех конфликтивных ситуаций. Не люстрованные мусоры и прокуроры на местах теперь мают сприяти с боку начальства. Когда они мстят нам за страх, который натерпелись на Майдане и после Майдана часа. Бейцам добровольщих отделов нужно помнить, что они воюют против нынешних врагов, но сами перебывают под керемницей своих будущих врагов. Но тех добровольцев, которые выживут на фронте в тулу, уже заведены оперативные справы и готовится постановленный арест. Не майте иллюзий. Оборона должна быть круглой. Против мускалей вперед и против мусорей позади. Кто согласен, подняйте руку вверх. Доклад закончен. Все знают меня, Радченко Раиса Сергеевна. Я хочу задать вам вопрос. Когда преступники, нарушившие свои посадовые службы в обвеске, это милиция, которая состряпала протоколы и тащила меня, избила мою семью. Почему они до сих пор находятся в органах? Почему они до сих пор не наказаны? Почему проведенное служебное расследование и вы признали их виновным, они сегодня находятся еще вот здесь. Мы ничего сделать не сможем. Мы будем кричать, ругаться, не возбуждаются дела, тянутся дела. Ну, это парадокс. Попробуйте сделать так, чтобы милиция заработала автономно от прокуратуры. У них свои, вы же видите, что они играют свои игры. Виктор Иванович, первого надо снять. Значит, первое, на все поставленные вопросы будут даны ответы. Второе, по тем сотрудникам милиции, по которым вы ставите вопросы, решение принимается по уголовному делу. Примут решение санкционного ареста, они будут арестованы. Примут решение подпуска невесты, будет выполняться автономность. Значит, третье, то, что касается очистки органов внутренних дел. Если кто меня слышал еще первого числа, когда я пришел, я сказал, мы готовы, давайте свои кандидатуры. Пошло 4 месяца, вы это уже говорили месяц назад. Ну, мы дадим, все, спасибо. Ну, вы мне дадите сказать? Вам не дозвольте. Ну, давайте, не перебивайте. Не перебивайте. Ну, просто говорите, а на самом деле... Не перебивайте, пожалуйста. На сегодняшний день, к сожалению, в органах внутренних дел нет притока молодых кадров, которые мы могли заменить тех людей, которых нужно в войнах. Более того, 1200 человек на сегодняшний день не комплект, это почти 20%. Поэтому те проблемы, которые вы озвучили, они есть. Мы о них знаем. Но, к сожалению, поменять сразу 100% людей мы не можем. Нет у нас работы. Одного надо менять. Поэтому с вашей помощью давайте нам своих молодых кандидатов, мы их отучим, и они будут занимать руководящие должности. Кто это сказал? Кто сказал? Они говорят, что не выдаешь оплату. Командиры докладывали? Докладывали всем. Они говорят, спонсор не проплатил. Участники происшествия Маркопова, что они написали заявление, что им не желание отправиться в зону АТО. Да. Можете прокомментировать, когда это было? А что комментировать? Они написали аэропорт с просьбой отправить в зону проведения боевых действий. А какая численность? На сегодняшний день поедет 5 человек. Пять человек? Ну, в ресторане присутствовали, как они говорят, человек с ума. Пока те, которые готовы, 5 человек подготовлены, они одеты, обуты. Мы же не можем людей просто так просить. Это руководящий состав? В том числе из Лактионов возглавляет. Лактионов входит в эту группу, да? Добровольцы. А когда будет решение? В понедельник они убывают к месту принесения службы. А сколько человек? Пять человек. Во главе с Лактионовым. А его заместитель еще лечит? Его заместитель написал рапорт на увольнение с органов внутренних дел. Я этот рапорт подписал. По выздоровлению он будет уволен с органов внутренних дел, а решение по уголовному делу будет принимать прокуратура об его ответственности, привлечении или не привлечении. По поводу... Заместитель фамилия как? Супрунянка. По поводу других требований, которые были выдвинуты сегодня участниками акции? Ну, специально большое. Ну, я хочу сказать, я уже вам говорил и еще раз повторюсь. На сегодняшний день те патриоты, которые есть, они несут службу в зоне боевых действий. По поводу тех фамилий, которые здесь озвучивались, у нас Саша Панченко со своим спецподразделением прибыл из зоны боевых действий. На его смену уехал по личному желанию полковник Долины вместе со своим подразделением. Полковник Курочкини, полковник Прученко выезжает со своими ребятами в Мариуполь, потому что МВД поручило нам задерживать там преступников в связи с тем, что не может Донецкая милиция это делать. Задерживать, возбуждать уголовные дела, привозить сюда в Запорожье и расследовать. Несмотря на вал уголовных дел, который находится у нас, ребята выезжают и уже больше 30 уголовных дел возбудили. Много людей поарестовывали, именно мариупольские сепаратисты, и расследуют уголовные дела. Плюс наши взрывотехники во главе с подполковником Угрюмовым выехали для разминирования Славенска, для очистки его и проводят там свои действия. Поэтому говорить о патриотизме здесь, в городе Запорожье, бегая с яйцами зеленкой, это хорошо. Выдвиньтесь, пожалуйста, те, кто об этом говорит на боевые позиции, говорите о патриотизме там. На сегодняшний день Локтионов и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей. Сейчас, в данный момент, они, по-моему, находятся в швейной мастерской, готовят камуфляж, получают оружие. И вечером они, по-моему, едут на стрельбы. Вечером сегодня, завтра, после завтра, понедельник, они убывают в зону боевых действий. Какой воинской части они будут приписаны? Они будут в подчинении подполковника Долинова. Самооборона говорила, что избивали человек 30-40, а ехали только 5 человек. Полковника Долинова. Самооборона может говорить все, что угодно. Кто конкретно избирал и какое участие принимал каждый конкретно сотрудник УБЭП, будет установлено в ходе расследования уголовного дела. Поэтому те люди, которые изъявили желание ехать, они поедут. В понедельник или вторник изъявят желание еще кто-то, мы тоже их отправим. Мы не можем препятствовать их желанию выехать на местные боевые действия и находиться там, потому что уже сейчас звучат претензии по поводу того, что они могут оказывать давление на следственные органы. Чтобы не было таких претензий, они будут находиться там и оттуда не могут воздействовать на объективное расследование уголовного дела. В чем ведомстве находится расследование инцидента в Маркополу? Областная прокуратура. По поручению Генеральной прокуратуры расследует областная прокуратура. УВД проводит какое-то расследование? Мы не расследование, мы проводим служебную проверку.